Чего тут вырастить своего огромного дракона, который будет защищать наше золото и вообще наше королевство? Прям возьму это яйцо и из него буду выращивать, понятное дело, целого дракошку. И, ребята, многие, наверное, мне скажут, типа, ты же играл уже в эту игру. Ну да, ребята, играл, но многие меня просили, чтобы я вновь вернулся к флешкам, снова в них поиграл, и я решил поддержать эту идею и считать, что у нас такая ностальгическая пора пошла, поэтому сегодня будем играть в игрушку под названием Грегорис, Каптер оф Зе Принцесс, сами, как обычно, Кристаллы, и мы начинаем! Я тут встретил планету грустных котиков, и котики сказали, что не грустят, потому что вы не ставите лайки и не подписывайтесь, поэтому если ты хочешь, чтобы котики не грустили, то успей поставить лайк за три секунды. Три, два, один, поздравляю, котики больше не грустят, а тебе и респектус. Ну, чтобы вырастить нам дракона, потребуется сначала что сделать? Вы думаете, нужно что-то, какую-то магию применить или что-то типа того? Нет, на самом деле нам нужна будет трава. Зачем нам же трава? Ну, травка, как бы она помогает выращивать дракона, если что. Для этого потребуется брать вот эту травку и скидывать его в загон для овечек. После того, как мы накидаем туда немножко травки, после этого там должны будут появиться самые первые овечки. Как понимаете, овечка рождается из травки, поэтому это очень важная тема. Так, ну, нужно увеличивать нам загон и также больше травы туда закидывать. И конкретно, зачем же нам нужны овечки? Как же они нам здесь помогут? Это же всего лишь овечки, как-никак. Чего же они такого будут делать? А фишка в том, что мы должны взять эту овцу и бросить её на яйцо, как-никак, дракона. Это самое-самое, что ни на есть, важное для нас мероприятие. Поэтому стараемся сбрасывать как можно больше овечек на нашего дракона, чтобы он в конце концов вылупился. Именно так работает вся система появления драконов. Я уверен, что в жизни они именно так и появляются. Самые первые драконы появились на том, что в них бросали овец. Так они и появились. Так, ну ладно, тогда закидываем дальше травы. Мне нужно будет как можно больше овец, чтобы они начали работать в автоматическом режиме, как-никак. Но сейчас пока что травы слишком мало, поэтому скорее всего всё же будет ещё вручном у нас работать. Мне нужно будет много овец. Зачем? Затем, чтобы теперь накормить дракона овечками. Вот так оно работает, да, ребята? Так, и давайте ещё раз загон якачну. Дальше уже у нас будет тревоться золото. Золота у меня пока нет. По понятным причинам. Его нет куда брать и некем его забирать. Поэтому берём мы овцу и выбрасываем её к нашему дракошку. Кушай, расти большим! Расти здоровым огромным драконом, который может отжимать у других бабло, как-никак. И в целом, чтобы мог защищать наше королевство. Но я тебя, конечно, побольше накормлю, потому что мне нужно, чтобы ты вырос ещё больше, как-никак. Меня не устраивает тот вариант, который сейчас есть. Так, вот, вот следующий этап меня уже устраивает. У него появился фаербол, как-никак. Кстати, ребята, если вы поддержите идею с флешками, чтобы я продолжил играть в них, то поддержите лайком обязательно. Если наберётся 4000, то я точно увижу, что вам это нравится. И можно будет продолжить. И в целом, также могу ещё, например, серию снять, если мы за раз не пройдём. Поэтому, в любом случае, лайк поставь. То есть, подписаться не забывай, чтобы мне выпускать новые ролики ещё. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Конкретно у нас здесь один человечек есть, который должен на нас напасть. Судя по всему. Ну, давай, нападай на моего дракона. Посмотрим, насколько ты жёсткий. Да, парень совсем был слаб. Короче говоря, мы его вынесли и получили наши первые 100 голды. Зачем нам 100 голды? Затем, чтобы травы стало больше. Травка, я говорю, это двигатель прогресса. Без травки никуда нельзя, ребята. Поэтому травка должна быть всегда. Если у вас её нет, то обзаведитесь, понятное дело. Так, у нас, кстати, игра ещё есть. Можете вот так вот сделать. И тогда мы просто моментально избавляемся от всех врагов. Правда, конечно, перезарядка после этого идёт. Но ещё мы подождём. И тем временем у нас появились волки. Зачем нам волки? Затем, что они будут хавать овечек. Хавать овечек они будут зачем? Затем, чтобы волков становилось только больше. Так, сейчас мы сделаем вот так вот. Волками тоже можно будет кормить, конечно же, дракона. Дракон у нас всеядный. Поэтому, как бы, здесь всё довольно просто. Хопа, утащил овечку и понёс тебя в загон. Говорит, сейчас мы там будем развлекаться с тобой. Так, ладно, давайте отправимся на карту. И посмотрим, что у нас есть в следующем. В следующем у нас есть вот это вот место. Здесь у нас 4 солдата идёт. И просто делаем огнедышащий наш рык. И проигрываем этот бой, конечно же. Потому что оказалось, что мощи моего дракона немножко не хватило. Это, как бы, бывает в жизни огорчение, да. Надо думать немножко наперёд. Окей, ладно. Сейчас парочку овечек мы тогда скинем. Нам нужно будет золота побольше. А то я не смогу таки создать нам что-то стоящее. Так, овечки, давайте прыгайте. Кормите нашего дракона. Хотя, стоп, я сделал немножко неправильную вещь. Я просто могу вот так уже сделать, да. Так, запускаем огнемёт наш. И просто кормим его во время боя. Чё-то я про это совсем забыл, что можно пользоваться небольшими лайфхаками. Так, но я всё равно проиграл, к сожалению. Мне жалко стало слишком много овечек отдавать. Поэтому я сначала должен нарастить объёмы травы. А потом уже будем заниматься немножко другим. Так, но зато теперь за один бросок сразу новая овца и появляется. А за счёт того, что траву мы ещё раз апнули. Но нужно больше овец. А то совсем хреново. У нас всё равно их слишком мало. А как по мнему, так, ладно, надо зарегинить нашего главного. Так, на тебе, на тебе, на тебе. Кушай, вкушай. Кстати, по поводу атаки. Здесь как раз таки, если мы скармливаем дракону волков, то у него увеличивается урон, как-никак. И он становится прям, ну, как-никак более накачанный. Ему нужно именно волчье мясо, видимо. Или что ему там надо, шерсть. Не знаю, как он приобретает качество атаки. Но, короче говоря, волк нам нужен для того, чтобы у нашего дракона становилось всё больше и больше урона. Но самое главное, что сейчас у меня дракон подрастёт. После этого он будет раздавать люлей всем и вся и всему, что есть на этом свете. Так, и теперь-то я думаю, что он точно наваляет этим ребятам. Ну-ка, подошли-ка сюда, сейчас поговорим. У меня огнемёт нового уровня, во-первых. Вы сразу же просто... Просто сразу же уничтожил их. В ничего превратил. И давайте ещё раз овечий качнём. Теперь у нас вот такое вот загонище. Так, и давайте сразу его бустанём немножко. Закинем туда травы побольше. Да, конечно, она в автоматическом режиме может работать. Но почему бы самому ещё немножко не помочь? Как говорится. Так, и давайте на следующую локацию. Я думаю, что здесь у нас тоже должен дракон справиться. И он вполне себе справляется. И позволяет нам как раз-таки волков увеличить. Траву ещё раскачнуть. Теперь у нас появляется вот такая вот штука. Здесь должно будет падать яблочко. Насколько я помню, яблочко. Также помогает нашему дракону то ли регениться, то ли что-то типа того. Короче говоря, полезная штука. Плюс баран появился, который будет волков скидывать как раз-таки к нашему дракону. И атака будет у него всегда расти и считать его в автоматическом режиме. Плюс ещё и овечки будут спрыгивать вот таким вот образом. Так что тема дико полезная. Так, пока что вроде у нас всё в автомате начало работать. Так что можно начать нападение на следующих ребят. Надеюсь, что я с ними справлюсь. Если я с ними справлюсь, то мы это сразу же и увидим, что я уже не справился. Я не смог с ними совладать как-никак. Так, ладно, давайте ещё овечек закидаем. Волки, овечки все у нас идут в расход как-никак, чтобы наш дракон рос большим и сильным. Поэтому быстренько, быстренько, быстренько вот так вот всех мы и бросаем. Надо, чтобы следующий левел уже как-никак у него был. После того, как поедет следующий левел, тогда уже будет и понятно, насколько же у нас суровый. Потому что сейчас он всё ещё довольно слабенький дракон. Казалось бы, вроде такой сильный, такой мощный, но на деле всё ещё достаточно слабый, как оказывается. Так, надо траву скорее закинуть, а то у меня проблемы начались небольшие с тем, что овец стало-то не хватать. Это плохо, как вы можете понять. Без овец у нас дело не пойдёт. Овцы здесь, как говорится, одно из самых основополагающих. Так, тем более, что у меня ещё и проблема с волками началась. Волков как бы тоже нет. Это тоже плохо. Так, всё, давай дракон расти быстрее. Я хочу, чтобы у меня выросло и огромным. Правда, у него уже количество хп и так до нереального выросло. У него уже 200 хп за счёт яблок. Но если мы ещё раз качнём яблоки, то там будет вообще какая-то имба, насколько я помню. Поэтому сейчас мы ещё его подкормим, чтобы у нас скорее следующий этап перешёл. Так, и теперь он вырос! Вот это вот дракон так дракон. Вот этот вот царь мне и был нужен, который как раз-таки будет уже уничтожать всех. После этого рост у него вроде как не идёт, но у него уже максимальный урон. Давайте захватим королевство. На этот раз-то мы уж точно вас всех сожжём. Просто одним огнемётом нашим всех испепелили и получили свою первую принцессу. Вот здесь у нас будет нас пожевать. Она вот так у нас выглядит. И каждая... Она может давать определённые фишки. Чем мы больше золота получаем, то сильнее атакуем. Либо же каждые 5 секунд будем получать золото. Конечно же, меня интересует вот этот вот перк. И тем временем у меня 5000 золота, поэтому качаем дерево по-любому. Дерево дико полезная тема. А поэтому будет у нас она раскачиваться. Дерево нам будет прибавлять количество хп постоянно. Так, и давайте пойдём на следующую локацию. Здесь у нас должны быть эльфы. А фишка эльфов в том, что они стреляют с дальнего боя. Поэтому просто сжигаем его вот таким вот образом. И качаем дерево ещё разок. К сожалению, я ещё его не докачал. 4000 нужно будет как-никак. Вот это дорого. Так, ладно, давайте на следующую пойдём. Здесь у нас уже другие чуваки появились. Но я вроде и с этими должен спокойно разобраться. Даже если меня стреляют лучники, то ничего страшного в этом нет. Так, дерево всё ещё не максимальное. Да сколько же тебя качать-то? Идрить-то колотить. Я-то думал, что уже раскачаю дерево до максимума. Оно не так быстро идёт, как я бы хотел. Но яблоки почти что без остановки валятся. Это значит, что у нас постоянный рост хп идёт. Так, давайте на сам замок нападём. Но здесь проблема в том, что здесь тренд должен быть огромный. Вот этот вот. И возможно я не выдержу. А нет, смотрите, нормально. Всё равно хп хватает, урона хватает. И мы сейчас и энта должны будем победить. Хоть он и хилится даже. Так, и у нас ещё одна новая принцесса. Вот такая вот мадам. И она может у нас стрелять листьями с дерева, судя по всему. Или же может создать щит какой-то для нас. Я даже не знаю, что лучше. Давайте попробуем это. Но если чё, потом перк поменяем. Хотя стоп, подождите. Это активирующийся скилл, да? А, это пассивный. Я лучше пассивные скиллы оставлю. Так, гораздо удобнее, чем активировать. Тем более, что и перезарядка пока идёт. Все дела, лучше пускай пассивно у нас работает. Так, а здесь у нас скелеты. Тем временем скелеты должны быть самыми жёсткими, наверное. Так, дерево ещё раскачаю. Всё, максимальный левел дерева. Здесь должны будут падать у нас супер плоды прям. И хп будет расти просто как на дрожжах. Плюс ещё овечек добавим. Плюс ещё волков. Короче говоря, бабло у нас попёрло просто со всех мест. Так, и тем временем нужно напасть теперь на ещё одних скелетов. Давайте, иди сюда. Просто. И нет никого. От всех сразу же избавились. Так, тем временем трава ещё нужна. И также ещё количество овец нужно в большем количестве. Так что делаем вот такую вот тему. И стараемся. Да, господи, держи свою овцу. Мне не надо тебе мешать. Так, всё. Овечки у нас на максимум. Также осталось только волков доделать. Так, так что волков сейчас будем снабжать. Точнее поставки им. Сделаем вот такие вот прям конкретные прямые рейсы моих овечек в логово волков. Пускай они там кайфуют. Так, вот ещё раз их качну. Всё. С максимально раскачанной овцей. Максимально раскачанное дерево. Максимально раскачанные волки. И теперь у нас остаётся только добрать всех оставшихся последних принцесс. Так что давайте отправимся в тёмные земли. И здесь должен быть у нас какой-то маг против нас выступить. Ну давай, выходи. Ну, кстати, он довольно жёсткий. Но он мне всё равно не пробивает. Какой бы он сильный не был, я его всё равно сожгу. Просто потребуется чуть больше времени. Как-никак он просто стоит на дистанции. Так, сейчас я тебе ещё огонька закину. И ещё огонька закину. И ты уже, считай, тебе фенит аля комедия. Или как можно сказать. Короче, ему прям полная жопа. Если сказать более откровенно. Так, давай, давай. Две секунды осталось. Сейчас мы его сожжём. Просто всё готов. Минус некроманты. Новая принцесса. У нас появилась вот такая вот огненная эмбер. Так, и она может увеличить скорость распространения животных. Либо же может пугать обычных солдат. Мне, наверное, скорость размножения животных больше интересует. Потому что если они быстрее размножаются, то быстрее поступает новая еда. Быстрее хилки подлетают ко мне. Так, и ещё у нас осталась вот эта локация. Ну, подождём, подождём. Пока вы все скопитесь. А потом просто огоньком вот так вот сделаем. Всё, все готовы. Один скосаря я получил. Не знаю, куда мне бабло девать. Но бабло у нас, как говорится, всё равно и есть. Так, эти чуваки, кстати, больно будут бить. Но ничего, хилки-то постоянно летят. Поэтому с постоянным, просто без остановки хил идёт. И, считайте, нас просто не пробить от всего этого дела. Так, плюс у нас ещё множительное количество золота. И от этого я становлюсь ещё более имбовым. Так, и ещё одна локация. Здесь сильный чемпион будет. Видимо, самый-самый жёсткий персонаж должен быть. Да, это герой прямо, который должен спасать всех этих принцесс. Но ты не пробьёшь моего дракона. Он, как-никак, имбовый. Уже его не пробить. Хотя он хилится, смотрите-ка. Но я через пару огнемётов его должен, по идее, вынести. Хотя, смотрите, у меня даже есть возможность проиграть ему. Так, и давай-ка не проигрывай, пожалуйста. Там осталось... Блин, он похилился. Чёрт! Он не дал мне выиграть. Ну ничего, сейчас я ещё чутка мощи поднаберу. И он будет у меня точно страдать. Ну, давайте второй заход попробуем. Теперь у меня 6000 кпм. Должно быть гораздо лучше всё у нас. Поэтому отправляемся снова в этот бой, снова в эту битву. И сразу же огнемёт юзаем, как-никак. Плюс я попробую использовать листики. Может быть, они реально помогут. Только подожду, когда уже миньоны вражеские подойдут. Теперь мы используем листья. И они дамажат довольно хреново, на самом деле. Я-то думал, что будет пожёстче. Но этого должно хватить, чтобы победить. Просто огнемёт используем. И готов этот супер-мега-крутой герой, который должен быть. Ну, а мы его просто берём и избавляемся. И всё, все локации мы вроде как сами зачистили. И победа за нами. Вот так вот, ребята. Все принцессы у нас есть. Они нашего дракона обожают. У нас куча денег. Поэтому мы сразу видно, что дракон, с которым не пропадёшь. Так что с этим драконом, трем принцессам не будет хреново. Тем более, что он уничтожил вообще всех, кого только можно. Так что этот дракон супер-читерский. Так что принцессы определённо его. В общем, ребята, если вам понравилась данная игра, данный ролик, то поддержите лайками. Как можно больше лайков, так больше роликов будет выходить. Если вам нравится тема с флешками, то тем более давайте больше лайков наберём, чтобы я нравился, чтобы я нравился, чтобы я продолжал делать больше роликов по разным флешкам. Понятное дело, чтобы я знал, что вам это нравится. В общем, всем удачи, всем пока. С вами был, как обычно, Кристалл. Сегодня кодовое слово Дракон. Поэтому пиши Дракон, получишь лайкос. Всё, колокольчик не забудь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok